Прошлую пятницу в правительстве Магаданской области состоялось очередное заседание, где обсудили несколько вопросов, в их числе оказание поддержки и гуманитарной помощи участникам СВО. Как рассказала министр внутренней информационной политики Магаданской области Яна Ружанская, центры по сбору помощи для военнослужащих работают во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время в регионе работает более 70 волонтерских патриотических организаций, в том числе и школьные отряды, студенческие и молодежные объединения. Стоит отметить, что люди объединились не только в рамках деятельности зарегистрированных некоммерческих организаций, но и сформировалось множество инициативных групп. Помощь различного рода исходит от неравнодушных жителей региона, и это и некоммерческие, и бюджетные организации, федеральные органы исполнительной власти, местного сомправления, это и дошкольные, школьные, среднеспециальные учреждения, наш ВУЗ, бизнес-сообщество, депутатский корпус. Направляемая гуманитарная помощь – это продукты, медикаменты, товары первой необходимости, средства материально-технического обеспечения, обмундирования, элементы экипировки бойцов, а также адресные посылки, сформированные с теплотой и любовью родственниками лично для бойцов. Значительна помощь жителей региона, которые как индивидуально, так и объединившись в группе, изготавливают своими руками необходимые материалы для нужд солдат. Шьют маскалаты, спальники, балаклавы, вяжут теплые вещи, изготавливают перевязочные материалы, блиндажные свечи и даже сухой душ и сухие супы. Непрерывно поддерживается связь с бойцами в зоне спецоперации. По их запросам также формируются посылки. Основной пункт по их комплектации – штаб «Мы вместе», который находится в областной библиотеке имени Пушкина. Регион за период проведения СВО совместными усилиями с волонтерами выстроил четкую логистику гуманитарных грузов. На каждом этапе осуществляется контроль за отправкой и поставка необходимых средств и материалов. Арендован склад в городе Ростове для аккумулирования всех грузов, которые закупаются как в ЦРС, так и которые проходят с Магаданской области. Транспортными компаниями региона при поддержке правительства доставляется помощь и собранная для бойцов. Так, за 2023 год направлены свыше 25 тонн гуманитарного груза от различных организаций в зону СВО. Хочется отметить, что помощь простых людей, наших земляков, полумчан, поражает своим масштабом и, наверное, той широтой души, которая вкладывается каждыми волонтерами. И через каналы получения от военнослужащих обратной связи приходит большое количество благодарностей в адрес жителей региона за оказываемую поддержку. И особые слова, признательности звучат в адрес маленьких наших юных колымчан, которых мы тоже уже можем назвать волонтерами. Потому что письма, рисунки, теплые слова были и остаются неоценимой помощью для наших бойцов. Также на заседании правительства стало известно, что работники бюджетных организаций Магаданской области, а это почти 17 тысяч человек, получат единоразовую премию в размере 50 тысяч рублей. Выплату начислят во второй декаде февраля каждому работнику, включая тех, кто находится в декретном отпуске или мобилизован в рамках проведения специальной военной операции. Министр труда и социальной политики Сергей Кучеренко выступил с предложением направить премию членов регионального Кабмина в фонд поддержки участников СВО. Губернаторы и министры предложения поддержали. Продолжение следует...